Милый мой Все тебе отдам ради любви Знаешь, в мире без тебя Мне совсем не надо Ни тепла, ни света Ни любви другой Ты судьба моя Как хочу быть рядом я Ведь ты только мой Ты мой Ради любви я все смогу Да Алло Маш А ты где? Я голоден, ты забыла Ты же обещала, что приедешь и накормишь меня Что? Я не услышал Не понял, извини, можешь повторить? Нет, только не это Да, я уже заканчиваю и убегаю Прости, просто Михаил Петрович, он попросил одно дело срочно доделать Нет, 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 не надо никому звонить Я уже сама почти все доделала, да Не борчи Тебе нельзя волноваться Буду волноваться Жду тебя Умираю от голода и теряю силы с каждой минуты Да, я жду тебя, но Боюсь, что у меня может не хватить сил Ты же не хочешь, чтобы твой парень умер с голоду Правда? Пока Привет выжившим Знаешь, Венька, у тебя есть такая потрясающая особенность появляться не вовремя А я тебе это Что? Курицу принес По-гавайски Какую курицу? Гавайскую Рад будешь? Нет Нет? Нет Ну и не надо Сиди голодный Отобрал Отобрал Что случилось? Голова Медсестричку позвать Не надо, мне тебя хватает Ну что? Что? Курицу будешь? Нет Нет Я берегу аппетит Для чего? Для важного дела Если ты не заметил Слушай, Вень Тебе по ходу пора Ну и короче ко мне прийти должны Понимаешь? Ну Слушай, так бы сразу и сказал Любовь А ты кидаешься на людей, на курицу Ну да, любовь Не проблема Давай Извини Блин Удачи Поздоравливай Обязательно Есть Еще одна курточка продалась Так, итого Один кардиган На блузку Две рубашки мужские И две куртки Не густо Блин, как бы ускорить процесс? А то мне даже на хорошую косметику не хватит А что если У аппарата Хочу зажаривку По-гавайски Подойдет с ананасами? Давай Понял, тогда жди О Походите Кость, я не разбудила? Да нет, все в порядке Почему ты так долго? Привет Привет Ну, хоть десерт и не заслужил Ну, так уж и быть Почему не заслужил? Ну, суп-то не доел, второе тоже Ну, неправда, котлету я съел Чего смеешься? Ну, потому что ты как маленький Не маленький, а пострадавший Бери Я не могу Видимо, я еще от удара не отошел Рукой пошевелить не могу Может, покормишь меня? А почему ты так на меня смотришь? Любуюсь Костью Можно? Еще хочу Давай торт Давай Давай Карин, привет Мама дома? Как чего? Забыла, что в прошлый раз было? А? Да, уже здесь А, нету? Понял Лечу Привет Привет, заходи Горячий Горячий наш новый рецепт Тебе понравится? Мне уже все нравится Правда? Ага, проходи давай Когда я тебе врала Ну да, а куда положить? Да мне все равно, а давай на стол Ну да, на стол Конечно, на стол, не на пол же Ну да Ой, Венька А ты с юмором Короче, Вень Мне срочно нужен молодой мужчина Ты подходишь Согласен? Да Классно Тогда давай сделаем это Прямо сейчас Да? А если вдруг твоя мама? Да ладно, успеем А? У меня раздеваться? Раздевайся, я пока за фотиком сбегаю Подожди, зачем? Какой фотоаппарат, Карин? Нет, подожди, я, конечно, не пуританин Но было бы неплохо, если бы наш первый раз Прости, что? Что? Наш первый раз Ты о чем? Ну как о чем? Ты же сказала, что тебе нужен мужчина, так? И то, что я подхожу, да? Ну вот Я тоже не против Ты тоже мне подходишь Да Да Ой, Венечка, ты То есть ты подумал, что… Слушай, ну, ты действительно с юмором Прости, пожалуйста, но ты вот все неправильно понял Разве? На самом деле это моя вина Я просто сейчас существую на своей волне и совершенно забыла тебе все объяснить Да что объяснить? Да, просто понимаешь, на моем сайте продажи идут не очень хорошо Особенно, блин, плохо продаются мужские модели Вот, поэтому мне нужно классно отрекламировать мужские вещи Для этого мне нужен ты, то есть модель Па-бам! Понятно, ты хочешь, чтобы я… Вень Ты очень мне подходишь Так для этого? Ну… Пам-парам-папам-пам Пока да, а потом… Посмотрим Ну… Вообще-то я когда-то хотел стать профессиональным манекенчиком Да, но потом передумал, чтобы маму не огорчать там Так, кстати, мама, давай-ка быстрее, а то она скоро придет Давай-давай, раздевайся, а я за путиком Блин, давай раздевайся Сонь! Боже, Маша, ну где ты ходишь? Что такое? Все-все, я здесь, спасибо тебе, что ты меня подменила О, наконец-то объявилась Все, меня нет Маша, помоги, не успевай чашки помыть Да, конечно, что вообще происходит? С Слава Михайловича целая толпа бизнесменов, консультантов и спецов всяких Так это же, наверное, хорошо, значит, проект заработал Ну а откуда мне знать, Маша, спорят они там и все время требуют То чай, то воду, то еще что-то, короче, мой чашки Ага Вы куда там, совещание? Я как раз на него И так весь день Говори Забыл тебе напомнить, ты мне должна еще один ужин В общем, до вечера Маша, чашки Да-да-да Ботинброды еще надо сделать Давай, бери Давай Если правильно приготовить деревной соус, запечь гуся, будет вот такое основное блюдо Надо было, конечно, рыбу взять Но ты понимаешь, у меня, честно говоря, денег не хватило Слышишь меня? Да, мамочка Слушай, где ты летаешь, Янка? Как будто бы на другой планете Увы, нет У тебя что-то случилось? Неприятности на работе? Мам, не кричи, пожалуйста У тебя что, температура что-ли? Нет, нормально все Да Так Мам А? Ты чего накупила продуктов? Это еще не все А зачем? У нас же полный холодильник Я тебе рассказываю, рассказывай, ты меня просто не слышишь Я хочу приготовить сегодня ужин Хочу, чтобы все было очень красиво, ну так, деликатно Ужин? Опять? Мы же только вчера с тобой в ресторан ходили Доченька Но это было личное А сегодня по делу Ладно, продукты поставлю в холодильник, которые скоро По какому делу? Ты что задумала? Особенно Ничего особенного Хочу двух своих приятельниц пригласить Мы работали вместе, да? Они практически как подруги Мам, какие подруги? У тебя подруг отродясь не было Так, не злись давай Мам, ты чего? Ты как могла кого-то пригласить, даже меня не предупредив? Просто не хотела тебя беспокоить Яночка Я же не знала, что это тебя так расстроит Солнышко, ну в конце концов, этот ужин для меня очень важен Ты понимаешь или нет? Ну мне нужно как-то эти связи налаживать какие-то В конце концов, бизнес мой, Янка У тебя такая квартира пустует Это поднимет мой имидж Мам, почему ты не меняешься? Почему ты даже не пробуешь стать другой? У нас же все хорошо Почему ты опять начинаешь? Потому что я не могу бесконечно жить за твой счет Я тоже могу зарабатывать неплохие деньги Почему ты за это на меня злишься? Мам, я не из-за этого на тебя злюсь А из-за того, что ты все время попадаешь в какие-то неприятные истории Это не работа, это черт знает что Ты вообще понятия не имеешь, чем я занимаюсь Ну так расскажи мне Я расскажу тебе, только позже Мне готовить надо, Яна, у меня времени нет Ну так, ага, Венька голову чуть наклони Так И руку в бок Ага Ага, вот так отлично Да, супер Замри, ну замри У Венька класс смотри Так Ну нормально, это что такая модель? С этим все, а давай вот куртку надевай Куртку? Держи, давай-давай-давай Так, надо быстрее ускоряться, потому что мама придет Давай еще эти джинсы Лови Давай-давай, Венька Что? Ой, можно подумать Так нормально? Угу Ой, какие классные Слушай, а курица, наверное, скучала-скучала И совсем остыла Что? А, то мама потом разогреет Да, да, но вкус уже будет совершенно не тот Это же гавайская курица, значит надо есть горячее Слушай, ну давай ты не будешь меня грузить своими курицами Главное, сейчас мой сайт раскрутить, какой ты забавный А, да это понятно, но хорошая еда-то еще никому не мешала Ага Раскручивать свой бизнес Так, ты что там замолчал, все что ли переоделся? Ну как бы да Здорово, давай Тут еще один Вень обойдет Ой, смешно Ой, Венька, ты такой смешной Да, этот денек у меня сегодня, я хотел всех курицей гавайской накормить Меня посылают Так Так Решил тебе помочь, стал манекенщиком Джинсы подсунула, не по размеру У тебя других размеров нет, что ли? Слушай, эти джинсы, вот бирочка, только эксель размер Так Понятно, а давай, а давай, а давай Всего? Нам тоже сделаем рекламу с курицей Давай я фоткаю Вот так, давай Ага Так Или вот так Так, только около джинсов, осторожно, пожалуйста Не-не-не, все вот Давай классно получилось Слушай, а кого ты Вкусно Кого ты сегодня еще курицей угощал? Вкусно Да, Костя, я к нему в больницу заезжал, хотел, чтобы Подожди, куда заезжал? В смысле, а что с ним? В аварию попал Еле очухался Так, подожди Я сейчас, я соберусь, я должна к нему в больницу немедленно Только переодеться надо Карина Блин Вы что? Вы что, вы издеваетесь, что ли? Так а ну Пусти меня Нет Что? Ничего Он ко мне пришел, а не к тебе Превью Обоих Начинай с меня Дура А то лучше сразу там в окно прыгай Вени, не смей Спелись, да? Не твое дело Чем вы тут занимались? Веня помогал мне сайт раскручивать Что? Без штанов? Ой Мам, ты чего? Мам Присеться, пожалуйста Ой, мамочка Ой Чё-ничё-ничё-ничё Потерпи, потерпи, доченька, уже скоро Мам, что скоро-то? Скоро Ты загонишь мать в могилу И будешь раскручивать свой сайт хоть каждый день Ну Мамочка, может, может тебе прилечь, а? Прилягу, прилягу, не волнуйся Скоро прилягу В гроб Слушай, ну хватит меня уже Мам Слушай, ну Давай его выпустим Ему очень работа Пусть идёт Окно открыто Мам, ну Зачем ты так? Ты ведь не такая Да ты что? А какая? Белая и пушистая? Ну Конечно, не пушистая, но Ну Ну ты добрая Венька Мам Ты там ещё? Венечка, выходи Как твоё отчество? Сергеич Уверен? Не Вадимович? В паспорте, Сергеич Паспорт По родному отцу У меня другого нет Ладно Проваливай Пойдём Пойдём Что-то не так? Опять это шампанское Ты же его любишь Любила И вообще Я не понимаю, почему я пришла сюда С тобой после Всего Джима Я виноват Признаю Готов к распятию Но не публичному Давай хотя бы сейчас Ну конечно, конечно Меня унижать при всех Это нормально От тебя ню-ню Мы же договорились Мирный ужин Вальс Немного шампанского А не помню Я ненавижу вальс И вообще Сними эту дурацкую бабочку Для тебя хоть звезду с неба Для тебя хоть звезду с неба И вместе Помню Миноги Миноги И Та Миноги 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 Им Миноги Миноги Ничего себе! Хочу шампанского! Рррррррррррррр! Красиво! Кого? Ты же его не любила. А теперь полюбила. Так, хорошего вечера. Что ты выйдешь? Кость, да, я уже выхожу и еду к тебе. Что привезти к ужину? Ничего не надо. Просто приедь. Сегодня угощаю я. Отлично. Угощает это ты? Интересно, как? Так. Неужели он опять что-то задумал? Слушай, Венька, сделай, пожалуйста, как я просил. Отлично. Спасибо, дружище. Давай. Один, один раз. О. Джима, пожалуйста, прекрати. Уазик, послушай, пожалуйста, если ещё раз в моём горизонте появится твоя... Агния, то вот ты, ну ты, можешь искать себе новую исполнительницу главной роли. Дамы и господа, простите за такой наш маленький экспром, но искусство никогда не стоит на месте. Никогда. И вы сегодня стали свидетелями нашего маленького перформанса. Вы, конечно, не узнали нашу несравненную джему, да? Это я? Так вот этот, так вот этот маленький перформанс мы хотим включить в наш новый сериал отдельной сценой. А когда у вас премьера? Благодарю, как забегала. Я прошу вас. А теперь мы... Танцуют все. А теперь, внимание, финал. Танцуют, танцуют, пальцы только и все танцуют. А когда премьера? Скоро, скоро премьера. Я чайка. Спасибо, было круто. Стоп. Стоп. Если главного героя слегка покалечить... Это может решить проблему появления новой женщины в его жизни. Ну, например, хорошенькой медсестры с большой грудью. Но как же вы тогда покалечены? Ноги я ему уже ломала, челюсть выбивала. Даже аппендицит 18-й серии вырезала. Гад, сволочь! Господи, что такое? Роман звёздного продюсера Кирилла Стельмаха и звёздной Джеммы Альбауди перешёл из разряда слухов в доказанный факт. Заметим, что для Джеммы это четвёртая любовная связь за последний год. Ух ты! Слышишь, не отзвишь, а? Жичара! Приходил, приносил цветочки и тортики, прикидывался приличным. А вот похождения Стельмаха непросто подсчитать, он умеет прятать свои тайны. По нашей информации, господин Стельмах обменяет любовниц каждый год. У него это что-то вроде традиции. Что же ему можно? Ведь Кирилл Егорович убеждённый холостяк. Да сволочь он! Сколько раз говорила, не включай телевизор! Гад! Да я бы за ним на край света! Я бы с ним и в шалаше, и в гараже! А он променял меня на эту Джину! Дай мне путь. Джему! Ты чего? Это ты? Ну я кто? Кстати, где твой племянник? Там, где и твой сын. У Вени сегодня ночная смена. Ну? А где? Подожди! Ты знаешь эту Джину? Увы. Лично? Ну да, мы с ней поцапались на съёмках при всех. Правда? Ты ей волосы выдрала? Не успела. Она сбежала. И не вздумай мне мешать! Агния, а ты в следующий раз меня на площадку возьми. От меня не сбежит. Ай! Ай! Да, да, проходите. Отfedите! Привет! Привет! Привет. Опять опоздала. Кость, ну я ж тебе говорила, я задержусь. У нас на работе был трудный день сегодня. Ну, знаю я, что трудный день. Могли бы и отпустить. Я, кстати, папе хотел звонить, жаловаться. Даже не думай. Почему это? Ну, ты правда, как ребенок? Или ты просто хочешь разозлить меня? Кость, я тебя прошу, никогда и ничего не говори папе и брату. Я прошу, я просто хочу спокойно работать, не надо за меня заступаться. Я тебя прошу. Нет. Я не понимаю, ты что думаешь, если твой папа узнает, он будет спокойно смотреть на это? Мне не нужны проблемы на работе. Как все сложно. Кость, я не шучу. Ладно, ладно, я понял. Понял. Все, не буду звонить никому, ничего говорить. Сейчас мы идем кушать. Подожди, подожди, куда идем? Ну, что, врач решил вставать? Какой врач? Блин, все вещи забрали. Ну, и правильно сделали, Кость, тебе лежать нужно. Костя! Что? Ну, ты слышишь меня или нет? Слышу. Ну, не все, что ты говоришь. Идем. Ну, подожди. Идем. Слышу. 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 Давай там свои беляши. Слушай, у меня уже второй день эти беляши снятся. Это, это очень, Костя. Пожалуйста. Лучший фастфуд на планете. Чего? Спасибо. Прошу. Ну, беляши под беляши. Костик, мы пришли. О, а где же он? Жанночка, а ну-ка узнай быстренько. Куда вот он девался? Да, сейчас. Кульки, кульки. Да, конечно. Я быстро. Ради Бога. О, ты. Заходи, беляшка такая. Вот сестра сейчас все объяснит. Где мой внук? Это называется самовольный уход. То есть? И за это клиника ответственности не несет. Что вы улыбаетесь? У вас пациент сбежал. Мы лечебное учреждение, а не тюрьма. Мы больных не охраняем. Извините. О, черт. Нет, ну она права, конечно. Позвоните ему. А, ну да. Там я без тебя не догадалась. О, так. Ух ты, сколько нанесли. Добрый вечер. Добрый вечер не хлопает. Что вы все добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Мам. Что? А где этот? Что, наконец увидел, да? Что? А что здесь происходит? Что? Костик пропал. Как пропал? Ну, вот так вот сбежал. Мама, куда ты звонишь? Вот же телефон. Ой. Правда. Ну, как сбежал? Он же лежал. У него же, это, травма головы. Ну, головы и не ног же. Живчик. А. Ну, я же говорил, весь в меня. Слава Богу, не весь. Мам, ты о чем? Мам, ты о чем? Мам, ты о чем? Ниша, успокойся. Я совершенно спокоен. Я вижу. Здрасте. А ты почему здесь? Дочь Тамары, Карина. Я помню. Да я просто узнала, что Костя в аварию попал. Вот и решила проведать. С ним ничего серьезного. Тебе не стоило сюда приходить. Тем более его вообще нет. А где он? Сама бы хотела знать. Ушел. В одной пижаме. Да почему в пижаме, мам? Да потому что у него нет вещей. Я привезла ему эти вещи. У него даже денег с собой нет. Непослушный мальчишка. Милый мой, тысячи лет в пути. Нежный мой, чтобы тебя найти. В пламени злых преград. Я не сверну назад. И все смогу ради любви. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты знаешь. Эй! Я люблю Машу! Слышите? Я люблю ее! Эй! Я хочу, чтобы об этом взвал весь мир. Мы любим друг друга! Ой, что ты делаешь? Тихо, тихо. Мы вместе! Эй! Ты только мой, ты мой, милый мой, как этот мир жесток, нежный мой, нашей любви росток. Хочешь сорвать, сорви, верность мою возьми. Слушаю. Это Лена. Ты сейчас в гости? Да, он сейчас со мной. Маш, ты знаешь, что все его ищут? Бабушка и отец сейчас в больнице и не знают, что думать. Все на нервах. Пожалуйста, приведи его. Да, конечно, он сейчас придет. Я обещаю, простите. Трубку бросила. Кто это? Это Лена, ну, Елена Сергеевна. Костя, нам нужно срочно идти обратно. Там тебя все ждут в клинике. Бабушка, отец. Вот ты же мне скажи, почему именно в этот момент? Что они от меня хотят? Ну, они волнуются за тебя. Пойдем. Никуда не пойду, нет, Костя. Да, Костя, ну, быстро. Костя, пойдем. Хорошо? Давай. Что? Что ты делаешь? Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Тебе пора. Уже поздно. Я скажу Косте, что ты приходила. Да, да ну что вы. Все в порядке. Да в каком там порядке? Мы даже не знаем, когда этот оболт усвернется. Короче, иди. Ну, хорошо. Я пойду. Всего вам доброго. Мам, тебе не кажется, что ты слишком жесткая с девочкой? Сама виновата. Пристала Косте, как банный лист. Пойдем, пойдем, пойдем. Костя. Давайте быстрее. Да иду, иду. Стой. Что? Давай-ка я вначале тебя провожу, а потом уже вернусь в свою камеру. Нет, я сама до этого. Давай, ну, не зли меня. Хорошо. Только обязательно, когда поедешь домой, позвони. Хорошо? Обещаю. Обещаешь? Угу. Костик. Карина? Держи. Спасибо. А ты чего не пьешь кофе? Уже напился. Мне сказали, ты попал в серьезную аварию. Да ерунда. Вот посмотри, жив, здоров, все в порядке. Карина, ты зачем пришла? Разве то, что ты в больнице, не весомая причина? Я не могла не прийти, как ты этого не понимаешь. Карина. Что? Пойми, я люблю другую. А я люблю тебя. Ну, пожалуйста, ну, не молчи, скажи что-нибудь. Ты хорошая, но у нас с тобой ничего не может быть. Потому что я могу тебя только пожалеть. А это не любовь. Я не тот, кто тебе нужен, Карин. Откуда ты знаешь, кто мне нужен? Конечно, я не знаю, кто тебе нужен. Но точно не я. Ты нужна Вене. Очень нужна. Ты сейчас о чем говоришь? Он тебя любит. И он хороший парень. Кость, ну зачем ты все мне так говоришь? Потому что Веня мне как брат, а ты как сестра. Когда-то я набивала себе в сестры. Что-то я не знаю. Хорошо. Я поняла. Больше не приду. Спасибо за кофе. Пока. Вау. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»